Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальное интервью». Меня зовут Алсу Щепотева. И сегодня гость нашей студии начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Янаульского района Ирина Тазидинова. Ирина Ренатова, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о том, какие проекты реализовывались в прошлом году. Их же было немало. Значит, 2021 год был отмечен для нас началом, наверное, таких проектов, как адресная программа «Расселение граждан заваренного жилья». Эту программу мы начали в 2021 году. Значит, программа не новая для города Янаул. Эта программа была реализована в предыдущие годы. начиная с 2010 года, расселено более 103 многоквартирных домов с предоставлением более 25 тысяч квадратных метров жилых помещений в новых устроенных домах. В 2017 году данная программа в Республике Башкортостан продолжила свою реализацию. И город Янаул – один из, так скажем, счастливчиков, который в эту программу попал. Не все города Республики Башкортостан получают это федеральное финансирование. Поэтому ликвидация, так скажем, аварийного жилфонда, предоставление новых жилых помещений гражданам, которые остались проживать в аварийном жилищном фонде – это, конечно, огромное благо для Янаула. В 2021 году мы сделали заклад, скажем, в реализацию с 2022 года. Начали строительство многоквартирных домов по предполу для будущего предоставления. Были проведены большие процедуры по закупке жилых помещений. На это было выделено тоже и финансирование, и поддержка со стороны Республики, со стороны фонда реформирования ЖКХ. В программу вошли 25 многоквартирных домов аварийных на территории Янаула, 23 на территории города Янаула и 2 на территории сельских поселений. Надо отметить, что в предыдущей программе многоквартирники из сел не были участниками программы, и это для жителей этих сельских многоквартир тоже, конечно, благо. А переселять их будут в город или у себя на селе? Расселение этих двух многоквартирных домов у нас запланировано в городе Янаула. Потому что на территории этих сел построить жилье пока у нас застройщиков нет, и нет определенных подготовленных площадок, поэтому этим жителям будут предоставляться жилые помещения в Янауле. Это один из проектов, который мы начали в 2021 году. Был завершен проект «Северные ворота Башкортостана». Об этом мы много говорим, и, наверное, нам есть чем гордиться. Результат, который мы получили, отмечен на уровне не только региона, а на уровне Российской Федерации, как один из успешных проектов, который привлек не только финансирование на благоустройство общественных территорий, но еще и синхронизировал очень много проектов на блестежащих территориях. И благодаря, в общем-то, вот этой огромной работе, в которой было задействовано большое количество людей, служб, организаций, столько много вложено сил и души, этот проект наш еще был признан лучшей муниципальной практикой в Республике Башкортостан. И в том числе на основании опросов населения, показателей, которые были достигнуты благодаря реализации этого проекта, в том числе, в том числе, в 2022 году, значит, ГИНАО получил такой статус, если я не ошибаюсь в формулировках, как город, благоприятный для семьи и детства. Продолжается большая работа, которая была инициирована главой региона, Радь Фаридовичем Хабировым, по благоустройству наших старых дворов. То есть, проект «Башкирские дворики», он наглядно показал свою актуальность, и очень много дворов преобразилось. Я думаю, жители ГИНАОЛа это, в общем-то, воочию наблюдают, и мы радуемся, что есть такие средства, которые направляются по дворовые территории. Эта и организация за счет вот этих, за счет этой программы получилось организовать дополнительные парковочные места, восстановить старое асфальтовое покрытие, устроить по современным стандартам уже, получается, резиновыми покрытиями детские площадки, обновить их, потому что, ну, не секрет, что во многих старых дворах детские площадки пока что были те, которые были установлены застройщиками при начале строительства. Да, за ними мы наблюдаем, их мониторинг ведет постоянно специальная служба администрации района, но они, может быть, не так привлекательны визуально, как яркие современные детские площадки. И все мы это уже наблюдаем вот в этих дворах новых. Советская 14, Вагида 60 сделали, Ломоносова 4, в Микране юбилейные новые дворы, ну, как бы, обновились дворы, да, по станционной 12, 12-3-1 возникли детские площадки, новые парковочные места, устройства выполнены. Поэтому эту большую работу, совместную, так скажем, инициатором, которые являются и кураторами, наверное, наши жилищно-коммунальные предприятия, она продолжается, и, конечно, город преображается. В полномерной ведется работа и по развитию наших, так скажем, парков, сферов наших зеленых пятачков на территории города и на территории сельских поселений. Так, в рамках проектов «Зеленая Башхерия» и в 2021 году была проделана большая работа, появились новые, так скажем, интересные, такие тематические аллеи, например, по улице Азина у нас «Сиреневая аллея» появилась, инициаторами которой было устройство, была администрация городского поселения. Появился аллея офицеров по улице Победы и так далее. На территории сельских поселений тоже были заложены такие памятные, именные аллеи, посвященные местным героям, героям Великой Отечественной войны. Это очень нужная и важная работа, это заклад, так скажем, в будущее оселенения наших территорий. Тут и как бы решаются вопросы и экологии общественных пространств, и визуальной привлекательности. Поэтому, еще раз говорю, этому мы будем продолжать уделять большое внимание и продолжать эти акции по весне и осенью проводить. Отрадно, что очень много предприятий, организации откликаются на призывы участия в этих акциях, с удовольствием участвуют. И вот в 2022 году весной мы заложили большую рощу, так скажем, березовую, которую через социальные сети жители Янаулы сами, например, уже выбирали название, назвали ее светлой рощей. И, конечно, будем надеяться, что в ближайшей перспективе вот эта березовая роща, она будет радовать не только жителей, но и гостей нашего района, города. Какие проекты предстоит реализовать в этом году? Значит, в этом году Янаул амбициозно подал заявку во Всероссийский конкурс по благоустройству по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Именно этот конкурс и победа в нем помогли реализовать проект Северные ворота Башкортостана путем получения федерального гранта, федеральных средств на его реализацию. Вот этим же путем мы пошли теперь в этом году с новым проектом, который называется «Культура малого города», который объединит в цепочку в цепочку благоустройства именно культурные объекты города Янаул. Голосование за эти площади проводили сами жители. В предыдущие годы, когда мы разрабатывали стратегию развития общественных территорий, проект охватил благоустройством основные культурные, спортивные заведения, учреждения Янаулы. Это школа искусств, библиотека, МКДЦ, музей городской. Далее пройдет вдоль 4-й школы до улицы Победы, вдоль ограждения ФОКО «Юность». Вот такой большой проект нам также предстоит реализовать. Проект интересный получился. Он был собран из мнений, из пожеланий различных сообществ, которые пребывают на этих территориях. Очень ждем и надеемся, что мы победим. А пока в 2022 году мы начинаем все-таки реализовывать хвостик, так скажем, этого проекта. Начинаться он будет от территории детской школы искусств и библиотеки. Вот эта часть территории, она будет уже благоустроена в этом году, как начало этого проекта, так скажем, за счет средств республиканского бюджета и федеральной и государственной программы «Городская среда». Напомню, что именно эта программа помогла нам в прошлом году сделать площадки в парке. Это появилась новая скейт-площадка, появилась площадка воркаута. Запрос на эти площадки поступал многократно, как говорится, от местного населения, от жителей и видели, что в этом есть большая потребность у наших детей и подростков. В рамках этой же программы «Городская среда» был установлен отдельный павильон для шашистов, шахматистов. То есть это площадка, которой могут пользоваться в том числе и люди старшего поколения для досуга, для проведения досуга, для встреч. Также на историческом месте возникла у нас сцена. Те жители Янауга, которые живут в Янауле давно, так скажем, еще помнят, что когда задумывался парк в 60-х, 50-х годах, он задумывался вместе с такой инфраструктурой для проведения досуга местного населения. И в парке была обустроена танцплощадка, танцпол, так скажем, как по-современному, была сцена. То есть сцена у нас теперь на историческом месте обратно возникла, и надеемся, она будет работать, активно использоваться. Почему бы, например, там уже старшему поколению какие-то, может быть, даже места встречи, вечерние танцы, например, там будут проводить, конечно. Может быть, а время при определенной организации, и главное, если будет в этом запрос местных жителей, вполне может постановиться танцплощадка. Хочется повторять и все-таки рассказывать про те проекты, которые были и в прошлые годы у нас заложены, потому что этому предшествовала большая работа, и открытие этих территорий, это не просто открытие, мы до сих пор как бы продолжаем вкладываться, дорабатывать, да? Мы тестировать, так скажем, их. Вот, например, в предыдущие два года, два года назад закладывался спортивный парк по улице Некрасова. Опять-таки повторюсь, что этому предшествовала большая, огромная работа, которая проведена была в предыдущие годы. По смыслу, значит, гаражей вот этих вот, да, гаражных там, вот, кооперативов, сараев, которые стихийно возникали там на этих территориях, это все было, может быть, через конфликты какие-то, через какие-то уговоры, все это было снесено, расчищено предшественниками, так скажем, да, вот, тогда еще Ильшат Арзанович работал в мэрии городском, вот, он занимался как раз вот этими всеми вопросами. И у нас уже в современных условиях возникла вот такая площадка, и там активно развивается вот эта спортивная зона. Отрадно видеть, что она вот стала излюбленным местом Майдана для многих яновойцев. Старшее поколение там, значит, очень любят заниматься скандинавской ходьбой, дети на велосипедах, появилась детская площадка, появилась волейбольная, боскетбольная площадка с резиновыми покрытиями. Люди просто вечером прогуливаются. Мы сделали дополнительно в рамках вот этих акций как раз по озеленению, сделали озеленение этих территорий. И вот очень надеемся и ждем, что это все вот, мы бережно сохраним, все это вырастет, большой парк, тенистый, и, ну, станет еще большим местом притяжения и отдыха наших яновойцев. То есть мы продолжаем на каждой общественной территории, мы выявляем, говорю же, тестово еще раз повторюсь, тестово мы выявляем проблемы каждой территории, пытаемся их исправить. Конечно, на это требуется много внимания, а главное, много ресурсов, которые в малых городах, конечно, ограничены. На сегодняшний день этими общественными территориями, всеми за этими общественными территориями смотрит наше предприятие коммунальное. Это облагоустройство, возглавляемое Фрайзулиным Армазом Кафарычем. У него есть службы, которые отвечают за озеленение. А что касается жилищного строительства, какие планы у нас на этот год? Динаурский район реализует программы национального проекта «Жилье». Для реализации этой программы, этого национального проекта, по достижению показателя обеспеченности граждан на жилыми помещениями в определенной площади, в районе создаются все условия. Выделены территории для индивидуального жилищного строительства. Это Микрань, Аэропорт, Южный, Истяк, 2-я и 3-я очереди, Жуковского. На территории сельских поселений сформированы новые кварталы сели Шудек. Два квартала – это в северной и в юго-западной части. Новый квартал сформирован в селе «Прогресс». В селе «Сусадебалак» новая улица есть. В селе «Карманово» два квартала сформировали. Есть новый квартал в «Кумово». На всех этих территориях подготовлены и выделены земельные участки для индивидуальных застройщиков. За последние годы более 2000 земельных участков было сформировано и предоставлено. Большая часть из них, это почти больше 80%, это участки, которые получили жители бесплатно. Собственность на основании наличия у них элементов нуждаемости. Кто-то получил, так скажем, просто подарок от государства. Это многодетные семьи, семьи, которые имеют детей-инвалидов. В предыдущие годы не было ограничений по нуждаемости. Сейчас, прежде чем предоставить земельный участок, гражданин должен подтвердить нуждаемость в улучшении жилищных условий. Но, тем не менее, вот эти все территории выделены для жилищного строительства. Строительство на них ведется. Вот даже если возвращаемся к микрорайону, например, Италмаз в селе Шудек, микрорайону Аэропорт, микрорайону Южный, в городе Инаул, мы видим, как участки, которые мы в предыдущие годы передавали, они активно застроились, люди уже там переехали и живут. Мониторинг, состояние жилищного строительства ведется постоянно. К сожалению, есть и такие факты, когда люди получают земельные участки, в том числе, вот, льготные категории граждан, и многие года не строят. Либо продают. Вы за этим тоже, как бы, следите? Продажа, она не ограничивается. Если гражданин не является собственником земельного участка, нет никаких ограничений по его распоряжению. То есть, здесь никакого вмешательства администрации выйти не может и нет. Вот. Если гражданин считает необходимым продать, он продает. Участки, раз уж выделяются для жилищного строительства, квартала должны строиться, они не должны, вот, пустовать, потому что это вызывает, опять-таки, негативное отношение со стороны хозяев, например, участков, на которых построились. То есть, это трава не косится, например, это противопожарные нормы могут быть где-то нарушены. Это сорная растительность летит. Ну, то есть, многие годы вот эти пустующие участки, они, ну, просто таким, так скажем, раздражающим фактором для остальных жителей этих микрорайонов являются. Поэтому призываем, если вы считаете, что вам участок не нужен, у вас нет, например, потребности в жилищном строительстве, конечно, лучше его реализовать по возможности. То, что касается стимулирующих еще программ, которые есть для индивидуальных застройщиков, надо сказать, что с 2022 года заработала такая программа, как сельская ипотека. Это государственная программа, по которой предоставляется денежный кредит на строительство или на строительство дома, либо на приобретение готового дома индивидуального, вот в эксплуатацию которого производился не позже, чем 3 года назад. То есть, получается, можно купить новый дом в рамках российской ипотеки, а можно нанять строительную организацию, которая этот дом вам построит. Ипотека на это составляет 3%. Всем рекомендуем изучить эту программу. На территории Российской Федерации эту программу реализует Россельхозбанк, единственный банк, пока Российской Федерации условия они вам в общем-то расскажут. И буквально недавно, на прошлой неделе вышла такая новость, что банк Дом.РФ, федеральный банк, рассматривает возможность предоставления ипотеки для индивидуальных застройщиков. До этого индивидуальный застройщик просто для получается самостроя взяться и не мог кредит, вот такой именно ипотечный кредит на жилищное строительство. Сейчас такой механизм появляется и надеюсь в ближайшие месяцы уже определяются регионы, которые тестово первыми пойдут вот эту программу осваивать. Тоже такое подспорье для индивидуальных застройщиков. А что касается многоквартирных домов и ведется ли строительство у нас? На территории Новоскорайона на сегодняшний день строится шесть многоквартирных домов. Мы продолжаем застройку микрорайона Южный, который начали в 2015 году. Мы продолжаем реновацию территории квартала по улице Кирзавадская в северной части города. Там строятся два дома сейчас. Продолжается застройка 52-го квартала после сноса аварийных домов. Тут очевидный факт, что стимулирование многоквартирного жилья предшествует в том числе их участие в государственных программах по покупке жилых помещений за счет субсидий с вышестоящих бюджетов. Это, например, программы приобретения покупки жилья для детей-сирот. Та же программа переселения заварийного жилья. Она стимулирует строительство многоквартирного жилья, в том числе бюджета малого городу тяжелее справиться с содержанием своих территорий. По сути, за эти 10 лет последних мы полностью реализовали новый генеральный план городского поселения, который был разработан в 2011 году утвержден. То есть те территории, которые были запланированы генпланом под перспективное развитие в границах городского поселения город Янаул, они максимально реализованы. То есть территорий расти вширь у города Янаул на сегодняшний день нет. Кварталы, которые мы сейчас для индивидуального жилищного строительства развиваем, в ближайшие годы других кварталов в границах города у нас не будет. Это мысли, что города должны расти ввысь, а не вширь. Тем более малые города, потому что это прежде всего вопросы качественного содержания этих территорий, а до этого это обеспечение инженерной инфраструктуры, дорогами, инженерными сетями, светом, автобусным движением и так далее, и так далее. Но на сельских территориях, в селах, где мы запланировали новое квартал формировать, либо где-то где выделили земельные участки уже для индивидуального жилищного строительства, на эти села акценты, конечно, и внимания будут оказываться, и участки там будут предоставляться. для тех, кто хочет жить своим домом, своим хозяйством. Усобая действительность, так скажем, нашего малого города, что здесь нужно обязательно лавировать между желанием и возможностями. То есть, вот еще раз повторюсь, и об этом, наверное, в этой студии очень часто звучало, что нам нужно свои запросы и свои, как говорится, перспективы формировать с учетом возможностей финансирования, содержания, так скажем. Вот возвращаясь к теме, когда участки остаются пустыми, не строятся, не застраиваются, да, и никак не смотрят за ними, вот надо отметить, что это большая проблема для сельских территорий. Вот не секрет, наверное, сказать, что имеют место быть такие факты, когда приобретаются земельные участки в, так скажем, в сельских поселениях, в том числе в поселениях, в которых нету перспектив социально-экономического развития в части строительства школ, детсадов, и так далее, там, каких-то крупных производств, покупаются там земельные участки, получаются разрешения на строительство, а оснований отказать в получении разрешительных документов, например, у нас нет, и потом эти участки многие годы стоят заброшенными, вот точно так же, вырастая с уроной растительностью, собственники этих участков остаются, например, неизвестными для руководителей поселений, для старост деревень, для руководителей администрации поселений и не застраиваются. Много таких случаев связано, конечно, с обналичиванием, так скажем, средств материнского капитала, наверное, но в рамках, опять-таки, действующего законодательства. Хочу сказать, что органы земельного контроля очень строго следят за этими процессами, и участки, на которых не ведется строительство, то есть, получается, что они не используются по своему целевому назначению, будут накладываться штрафные санкции на собственников. На сегодняшний день, по-моему, эта сумма вот где-то в пределах 20 тысяч. Это из-за разряда наших проблемных вопросов. Мы сначала говорили про красоту, про позитив такой, но есть в нашей работе вот и такие факты, когда нам приходится вот с такими вещами бороться, наказывать, в том числе вот рублем. А есть уже были такие случаи, кого-то наказали в нашем районе? Конечно. У нас земельный, муниципальный земельный контроль в рамках своих плановых проверок, значит, каждый год проводят такие рейдовые проверки и выявляют взводных таких вот, получается, нарушителей сакона. Раз уже мы коснулись проблемных моментов, что касается переселения, наверное, не все жители с радостью готовы покинуть свое жилище. Большинство, так скажем, конечно, воспринимают эту программу как благо. Если дом был признан в Межведомственной комиссии аварийным, непригодным для проживания, соответственно, значит, жилищный кодекс требует проведения определенных процедур, либо собственных жилого помещения должен самостоятельно снести этот дом, отключив его от всех элементов инженерной инфраструктуры, либо государство в рамках программы вот той же самой расселения из аварийного жилья должны предоставить иное живое помещение взамен изымаемому аварийному. И еще раз повторюсь, что это большое подспорье тем, кто в силу каких-то жизненных обстоятельств на сегодняшний день остался в этом аварийном жилфонде и не смог улучшить свои жилищные условия. Изымаемое жилое помещение будет снесено, жители будут расселены с предоставлением в благоустроенные квартиры с чистовой отделкой. Это первичный жилфонд со всеми необходимым набором помещений, которые требуются современным жилищным законодательством для наличия в жилом помещении. А какую они получат квартиру? Равноценную своей площадью? Да, площадь предоставляемого жилого помещения будет не менее той, которую они имели по документам. Соответственно, если, например, у них было 35 квадратных метров, они получат 35 и возможно более, потому что невозможно построить дом с различным набором квартир, это обычно определенные площади по стояку, например, идут, поэтому это всегда чуть больше. Вот эту разницу, которая чуть больше, платит муниципалитет из местного бюджета. И это тоже нужно отметить, что вот это как раз про то казну, как мы говорим, про то единую, как говорится, вот эту казну наших местных средств, которые мы собираем, она будет направлена вот на это, в том числе на погашение вот этой разницы. Ну и потом, жители, которые, например, не согласны или им не нравится, например, предоставляемое им жилье, если есть такой факт, то после вступления в прав собственность на эти жилые помещения, у них же есть право продать, подарить, и переехать в те жилые помещения, которые им бы географически или как-то там по-другому нравились. Очень многих иноульцев и к нам в соцсети пишут, когда же будет достроен новый мост. Скажите, пожалуйста, вы, наверное, точно знаете. проект строительства нового пешеходного моста это проект, который реализуется АОРЖД. Контроль за реализацией этого проекта не ведет муниципалитет, мы только визуально наблюдаем и руководство находится в тесном контакте с руководством железной дороги. По их информации мост должен быть достроен в текущем году и мы видим, как активно сейчас ведется работа, завершающая этап уже этой работы. Конечно, плановые показатели по воду были в прошлом году, но в связи с пандемией коронавируса, а в начале года опять-таки с резким повышением ценностроительных материалов, конечно, у них возникли определенные сложности по дополнительному финансированию и так далее. Но мы уверенно уже можем говорить, что мосту быть, он уже стоит. Это тоже большая заслуга нашего руководства, которое по проведению огромной работы в предыдущие годы, потому что такие мосты на территории, например, той же самой, наверное, по Горьковской железной дороге в малых городах не строят. Поэтому нашему городу очень повезло, что железнодорожники откликнулись на те призывы, которые уже на протяжении многих лет звучали со стороны района о том, что Янаулу нужен этот мост, то, что это не только объект железнодорожной инфраструктуры, а прежде всего еще наша единственная безопасная пешеходная связь для города между северной и южной частями, что очень такой социально важный проект, вот они откликнулись и мосту быть. И я, как городостроитель, конечно, тоже с большой благодарностью железнодорожникам смотрю на эту стройку, потому что он не только объект инфраструктуры, еще повторюсь, а еще такой объект визуального наслаждения. Очень красивый получился мост. Кроме нового моста у нас же, по-моему, появится привокзальная площадь, но это уже обновится, да, в рамках вот этого тоже проекта? Нет, это будет следующий проект, который, по которому также велись переговоры на протяжении, вернее, в рамках реализации программы Северные ворота Башкортостана. Мы хотели продолжить ее на территориях уже, территориях ОРЖД. Но финансировать за счет федеральных или местных средств региональных территорий ОРЖД мы не можем в обустройстве территории. Соответственно, это их доля соучастия. Пока что ими, значит, заинтересованность в реализации высказана, но намерения пока не подтверждены. То есть переговоры ведутся, и мы надеемся, что все-таки они и за счет возможности и вот завершат, так скажем, вот этот такой вишенкой на торте после строительства моста, что они все-таки пером тоже отремонтируют. А проект у них есть. Они в прошлом году проект благоустройства за счет своих организаций подрядчиков выполнили, с нами согласовали. То есть, если есть проект, надеемся, реализация его тоже в ближайшем будущем будет. Он тоже будет как-то перекликаться, да, с северными воротами Башкортостан. Он будет перекликаться, он будет иметь и элементы брендирования значит АОРЖД и элементы брендирования Республики Башкортостан. И вот тот вот брусчатый ковер, значит, который мы от железнодороги начинаем, он будет в том числе повторяться и на перроне нашем. Что бы вы хотели пожелать и на улице в плане сохранения, наверное, бережного отношения к красоте, которая появилась на наших улицах. Все, что делается в городе в последние годы, это, конечно, вливание больших финансовых средств. Средств извне. Вот, как мы говорили, местный бюджет малого города, он ограничен. У нас не будет завтра возможности заменить, например, сломанные те же самые качели на такие же новые. У нас не будет возможности купить деревья, переломанные местными жителями, такие же самые, как бы, потому что средств на это нам уже никто не даст. Поэтому я призываю всех бережно относиться к тому, что мы имеем. Пусть это все работает во благо нас, наших детей, не только сегодня, но и через год, и через два, и через пять. Поэтому красота спасет мир, говорят, давайте будем неравнодушными и пресекать какие-то сознательные или неосознанные действия тех же самых детей, может быть, подростков, а бывает, что и старшего поколения, чтобы факты вандализма у нас не имели места, потому что это все наша с вами завтрашняя среда проживания. Ирина Винатовна, спасибо большое за беседу. На этом наша программа подошла к концу. До новых встреч! 30 июня ожидается пасмурная погода, дождь, ветер северо-западный 4,6 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 14, плюс 16 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснением местами кратковременные дожди, ветер северо-западный западный 8,13 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 16, плюс 21 градус. 29 июня памятная дата России в этот день в 1941 году была издана директива о партизанском сопротивлении на оккупированной территории создавать для врага и его пособников невыносимые условия преследовать их на каждом шагу и уничтожать. К тылу врага действовало 6200 партизанских отрядов общей численностью в 1 миллион человек. Более 300 тысяч партизан были награждены орденами и медалями. 249 партизанам было присвоено звание Героя Советского Союза. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность основные требования к претенденту. Заработная плата от 20 тысяч рублей. Пап, а там звери живут? Они сгорят? Давай спасем их. Совершает подвиг не только тот, кто тушит. Останови огонь, вызови пожарных. Ты кто? Я ваше счастье. Девочка, мы тебя не планируем. Проходи. Разве счастье можно планировать? Счастье не планируют. Не проверяй себя на прочность. Железная дорога – зона повышенной опасности. зацепился за поезд. Следующая остановка – смерть. Счастье премьер не смерть. смерть хорошей д theoreoon, реб – поспори, Piñe. Продолжение следует...